Ну, ты знаешь, у нас в России каждый определенный период выбирается некая дата, к которой будет, в общем, все наши мечты будут, в общем-то, исполнены. Это 2012 год, 2018, сейчас вот 2024 год. И, видимо, именно к 2024 году Владимир Владимирович наконец-то определится, когда именно в этом году он проведет прямую линию. Ведь это такая интрига, которую вот все прямо ждут, когда же это случится, а оно все не случается. И вот дата прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина опять не назначена. И вот Песков говорит, она будет, но нужно понять, когда. Вот я и думаю, наверное, в 2024 году мы узнаем, когда она будет в этом году. В любом случае, говорит Песков, в августе ее точно не будет. Ну, конечно, она будет перед выбором. Дальше посмотрим, что выбрать. Осень, может быть, зиму, может быть, после заключительной пресс-конференции президента, которая в декабре. Да? Ну, он не исключил, что уже апробированный вариант, когда элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию, может быть повторен. Пока окончательного решения не принято, заявил Песков. Слушайте, событие, политическое событие, крупнейшее политическое событие одной из, по крайней мере, в современной России, которое было серьезным агитационным механизмом, которым власть пыталась создать иллюзию близости к обществу, обратной связи, каких-то там лифтов, которые позволят услышать мнение людей. Вот это все настолько сегодня претерпевает кризис, что власть вместо того, чтобы к этому стремиться, пытается от этого отмахнуться. Почему? Очень серьезные проблемы в социальной экономической плоскости, в политической плоскости. Идет системный кризис. То есть, если власть и президент говорили, что они будут бороться с ростом цен, они давали поручения, они назначали ответственность, в конечном итоге эта работа провалена. Если они говорили о том, что санкции нам на пользу, что все будет нормально, в конечном итоге мы видим, что огромное количество рабочих мест сократилось, и этот процесс идет практически в ежедневном режиме. Возьмите любую отрасль нашей жизни, самолеты, автопром, везде возникают вопросы, на которые у власти нет ответа, а эти вопросы идут тиражами миллионы, миллионы граждан, это озвучивают в ежедневном режиме. Это же то, что должно быть развеяно, на что Путин должен отвечать, а ответов нет. Поэтому, конечно, они будут это пытаться отсрочить, будут пытаться от этого уйти, но в конечном итоге, в тот момент, когда это произойдет, это, безусловно, закончится разочарованием в глазах общества. Потому что люди, которые ищут ответы, которые не понимают, что происходит, не понимают, как страна выйдет из кризиса, не понимают, что за уверенность в завтрашнем дне, точнее, что за неуверенность в завтрашнем дне, они не получат тех ответов, которые у них есть. Конечно, очень удобно управлять, манипулировать сознанием большинства, играя на теме внешней политики. Гораздо удобнее говорить на том, что происходит за пределами наших границ, чем обсудить итоги пенсионной реформы, или, там, итоги мусорной реформы, или итоги... Ну, в целом, да, любую реформу возьмите, они все провалены. И это является причиной того, что выходит господин Песков, шевелит усиками и говорит, мы не знаем, когда это будет, если бы мы знали, что это было, мы не знаем, что это было, да? Как в известной... Что это известная? Мем, 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 мем.